Андрей, что Вы можете сказать об Эдуарде Троеновском, как о боксере? Насколько он интересен вообще? И насколько он прогрессирует в последнее время? Вообще, Эдуард удивительный боксер. Как правило, в этом возрасте карьеру заканчивали. Он начал карьеру только, с вами-то недавно. И, как Вы знаете, все бои, практически все бои он заканчивал до строчки. Самый ударный боксер, наверное, который я знаю в этой серии категории, это не только в России. Думаю, и в Европе, и в мире таких еще бойцов поискать. То есть, какие Вы большие, несмотря на свой возраст, он не стареет нисколько, он молодеет и молодеет от боя к бою. Я думаю, что он станет настоящим чемпионом, очень ярким чемпионом. Он будет, во-первых, он смотрибельный, он популярный. Уже каждый раз ты знаешь, что в бою не продлиться все отъединенные раунды и будет нокаут. Какие шансы у него сейчас во время защиты титулов в Германии? Конечно, в Германии сложно состязаться, особенно защищать титул на чужой территории. Экранов и судейственно, и зрители очень сложные. Они, как правило, националисты и болеют до своего. Но я думаю, что у них справятся. Шансы есть. Я думаю, что 40-60 в пользу в Германии. Суперлегкая категория вообще, насколько она интересна для зрителей? Что бы Вы сказали? Какие преимущества ее перед, скажем, супертяжелой? Сейчас тяжелый вес, заблокированный Крючко. Там ничего интересного не происходит. Первый тяжелый вес практически весь наш российский. Это Дрозд, Лебедев, другие боксеры. Кудряшов подрастает. Значит, а вот этот вес Эдуарда, он не сильно, в общем-то, популярен, да? Но такие боксеры, как Трайновский, он как раз и популяризирует. И люди смотрят, естественно. И здесь есть плюс в том, что, ну, как правило, бои в этой весовой категории плятся до конца. Но здесь есть изюминка. Бой не прогресса, все 12-11 раунд. Другой боксер российский, который заканчивает бои досрочно, выступает в первом тяжелом весе, Сергей Ковалев. Что Вы можете сказать о предстоящем поединке, который вроде бы как должен состояться в Москве 28 ноября? Сергей Ковалев, боксер в полутяжелом весе. Он сейчас на пике, однозначно на пике, у него сейчас нет соперников. Этот Стивенс, на канале, сбегает от него. Он просто боится потерять свои поясы. И тогда Сергей, если встретиться с ним, он объединит все пояса, такого боксера у нас еще не было. Он побьет рекорд после дзю. Значит, а касаемо... 28 ноября матч... 28 ноября касаемо этого, там еще не понятно, с кем будут боксировать. Да вряд ли приедет в Каналец. Я потом с бывшим соперником по сборной России, Петербееву еще рановато, Петербееву рановато и дает. Он по большому счету только начал с его карьерой, Сергей на пике. Но есть там... Все же хотят денег побольше получать. Идут разговоры, якобы... Я вспомню, как я с тобой легко разбирался, тем досье в ринге. Не будет такого, Сергей наглую лучше. А вот как промоутер, можете сказать, сейчас деньги идут в большой бокс? Или все-таки пришел отток в связи с кризисом? Удивительным образом все чаще и чаще проводятся боксовские шоу в стране. И мы уже подобрались к такому уровню, как примерно было в середине 90-х годов. Каждый месяц практически проходят крупные матчи и мелкие матчи проходят. Причем диаграфия большая, от Новосибирска до Калининграда. Я сам иногда только заезжаю в Москву поменять сумку и снова кремлюсь в какой-то другой город. В бокс пришли деньги. И первое, что это сделал Карибинский Андрей Михайлович, который все это опубликовал. И он всех удивил очень тем, два года назад, когда заплатил 20-30 тысяч миллионов долларов за мой поветник Личко. И все просто в шоке были, ну не верили сначала, а он продолжает это делать и будет делать. Ну а все подстраиваются под него, потому что, как всегда в мире есть, один промоутер главный, а все идут под него. Потому что у них нет таких средств на этом уровне проводить. А ребята отталанты есть. То есть у Рябинского есть шанс стать русским Доном Кингов? Да он уже стал Доном Кингов. Он сколько он проводит, ну 4-5 крупных матчей проводит Москедовка, а сейчас он еще будет в Казани проводить. Он уже начал потихонечку завоевывать другие пространства. И это очень хорошо. Потому что люди, ну не все любят под телевизором смотреть бокс, они хотят увидеть вживую, воочию. И он-то им предоставляет. Общее количество матчей как-то коррелируется с числом титулов, которые завоевывают российские бойцы? Ну чем больше боксеров, тем больше понятных титулов. Так и же прочим, у нас никогда не было столько чемпионов мира. Причем в разных кисовых категориях. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Но вот, как я уже сказал, в первом тяжелом весе мы плотно встали. И я думаю, что и Кудряшов завоюет чемпионские курсы. Вес просто будет наш. Когда будет чемпион мира у Андрея Шкаликова? Есть талантливые ребята. Есть у меня пару хороших самородков. Они еще немного боев провели. Но был период, во-первых, была пауза в кризисное время. И никто не проводил. Я, естественно, занимался другими делами. Но и соскучился. Ребята созрели. И думаю, что боксеров будет много. И тот из них стрянет обязательно. Ну а чемпион мира, может быть, это будет через 3-4 года. Почему нет? Спасибо, удачи.